До церемонии вручения Оскара еще больше полугода, однако западные издания уже называют возможных номинантов на получение самой заветной кинопремии. В следующем году Оскар получит некоторые изменения и это откроет двери для популярных фильмов, которые получили признание от простых зрителей. Тебя никогда здесь не было. 2018-й вполне можно назвать годом Хоакина Феникса. Недавно было объявлено, что Феникс станет новым Джокером в сольном проекте о культовом социопатии. Лучшим фильмом года кинокритики считают драму «Тебя никогда здесь не было» шотландского режиссера Лин Рэмси с Фениксом в главной роли. Мировая премьера этого фильма прошла на 70-м Каннском кинофестивале, где фильм получил две награды – лучшая мужская роль и лучший сценарий. Возможно, Феникса выдвинут на Оскар в 2019 году, тем более этой награды в коллекции актера пока нет. Талли. Третья после Джуна и бедной богатой девочки совместная работа режиссера Джейсона Райтмана посвящена, как и первые две тяжелой женской доли. Это печальный, смешной и очень жизненный психологический портрет женщины, обессиленной рождением третьего ребенка. Возможно, Академия снова оценит жертву Шарли Стерон, набравшей ради роли многодетной матери 22 килограмма. Актриса уже доказала, что жертвы часто не напрасны, получив Оскар за монстра, и вдруг эта история повторится. Реинкарнация. Фильмы ужасов на Оскаре считаются чем-то совсем чужеродным, однако в прошлом сезоне мы были свидетелями случая, когда фильм «Прочь» получил сразу несколько номинаций. Если еще несколько лет назад ужасы считались преимущественно низким жанром, то сейчас можно говорить о возрождении умного хоррора. Реинкарнация, напугавшая зрителей на кинофестивале Санденс, это очередной виток тренда на сложные вдумчивые страшилки. Вряд ли сам фильм и его режиссер Ари Астер могут надеяться на большое количество наград, однако игра Тони Коллетт заслуживает внимания. Хан Соло «Звездные войны». Практически всегда фильмы-франшизы «Звездные войны» являлись претендентами на звание премии Оскар в номинации «Лучшие визуальные эффекты». В 16-м это были «Пробуждения силы», в 17-м «Изгой-1», а в 18-м «Последние джедаи». Думаю, что такая же судьба ждет сольника Ханни Соло в 19-м году. Не факт, конечно, что он победит, но как минимум поборется и точно не уступит без боя, ведь судя по фильму, визуально все должно быть очень даже прилично. «Черная пантера». Фильм студии Марвел «Черная пантера» вероятнее всего будет претендовать на премию в главных номинациях, в том числе и на лучший фильм, поскольку в «Пантере» присутствует социальная проблематика, важны общественно-политические аспекты и прочие вещи, которые теперь котируются на Оскаре. Картина Райна Куглера наверняка поборется еще за несколько статуэток. Подтверждением служит гора премии на недавней церемонии MTV Movie World как лучший фильм, лучший актер и герой Чедвик Боузман, лучший злодей Майкл Би Джордан. «Остров собак». В номинации «Лучший анимационный фильм» обязан появиться эксцентричный кукольный мультфильм, в котором иронии и стиля куда больше, чем искренности. «Остров собак» — это забавная и трогательная фантастмагория о бедолагах-псах, сосланных на уединенный и замусоренный клочок земли. Кинематографический стиль Андерсона отличает чрезмерная любовь к симметрии ярко-кукольного цвета, иногда бьющая по ностальгии чрезмерным вниманием к деталям. «Суперсемейка 2». Главным конкурентом Андерсона и его «Острову собак» станет анимационная комедия «Суперсемейка 2». Это насыщенный и смешной сиквел, который уступает оригиналу лишь по концепции сюжета. Снятый тем же режиссером Брэдом Бёрдом, сдобренный шутками, модным феминистическим посылом и трюками, картина готова повторить успех первой «Суперсемейки». К тому же отзывы о ленте сплошь превосходны, а общие сборы превысили 1 миллиард долларов. «Первому игроку приготовиться» Спилберг признался, что фантастическая лента «Первому игроку приготовиться» стала самым трудным его детищем после драмы «Спасти рядового Райна». И всё же заметно, что Спилберг снимал от души, ведь столько по сценарию пасхалок раскидано, что не сосчитать. Правда, заметных актёрских работ в фильме нет, так что «Оскар» исполнителям не светит. Но спецэффекты замечательны, как и монтаж, герои лихо врезаются в виртуал из захламлённого мегаполиса, и именно в этих номинациях картина составит конкуренцию многим шедеврам. «Мстители. Война бесконечности». Главная картина года, без сомнения, это «Мстители» со своей бесконечной войной, которая стала самым ожидаемым и нашумевшим фильмом первой половины 2018 года. Надежды оправдались, и мы получили размашистое и удачно скомпонованное действие. Огромный аттракцион со множеством персонажей. При этом в эпической битве каждому герою нашлось своё место. В номинации «Самая драматическая роль Тони Старк», возможно, и поучаствует, однако «Третьи. Мстители» станут достойными соперниками Спилберга в тех же категориях. Визуальные эффекты и монтаж, и, возможно, лучшее сведение звука. И всё-таки крутой дядька этот лысый из Марвел. «Девчонки его обожают. Надо побриться на лысо». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok